С помощью нейромедитации вы сможете управлять своими чувствами, мыслями и достичь самой смелой желанной цели. Друзья, привет! Я Елена Туманова, автор и создатель нейромедитации, дипломированный гипнолог и энерготерапевт. И в этом видео давайте поговорим о том, как же правильно медитировать, и как медитировать максимально эффективно, и зачем вообще медитировать. Современный человек сейчас живет в очень быстром ритме. Все происходит слишком быстро, он работает в мультизадачности, его мозг работает очень быстро. Поэтому к вечеру мы, как правило, сильно устаем, живем чуть ли не каждый день в стрессе, наша психика быстро изнашивается, нервная и иммунная система тоже дают сбои. И чтобы замедлиться, замедлить свой ритм мозга, выйти из бета-состояния в альфа-состояние, в это сказочное, чарующее альфа-состояние, в котором как раз происходит вся магия, в котором сбываются мечты. И вот чтобы зайти в это состояние, желательно начать медитировать. Я медитирую с 1991 года. И, конечно, я рекомендую медитировать каждый день, желательно с утра. И сейчас давайте разберем, как же медитировать максимально эффективно, чтобы попадать в это альфа-состояние. Я вам дам четкую, быструю, пошаговую инструкцию. Но сначала я хочу сказать немножко об альфа-состоянии. Когда вы находитесь чуть в замедленном состоянии, ваш мозг работает чуть медленно. Он уже не в стрессе, ваш организм уже не вырабатывает кортизол. Вам вкусно жить, вам нравится жить. Вы получаете кайф от жизни. Вот когда вы от жизни не кайфуете, тогда вы как раз и находитесь в быстром бета-состоянии. Но стоит немножко замедлиться с помощью медитации, войти в альфа-состояние, и все начинает меняться. Ваша жизнь становится легкой, радостной. Ваши мечты сбываются быстро. Вы зарабатываете деньги в легкости. В вашу жизнь входит любовь, и все становится на свои места. А главное, вы становитесь на свое место. Живете свою жизнь. Вы становитесь лучшей версией себя. Итак, как же нужно медитировать правильно, максимально эффективно? Первое, что я хочу отметить, медитировать желательно сидя или лежа. Естественно, вы закрываете свои прекрасные глаза, расслабляетесь через глубокое, спокойное дыхание. И самое важное – это как раз расслабление через глубокое дыхание. Вы принимаете свое комфортное положение, сидя или лежа. Почему иногда практики просят сидеть? Потому что, чтобы была прямая спина, и энергетические вертикальные потоки, если это энергопрактика, работали правильно. А так, в основном, конечно, я сама тоже, как вы уже знаете, медитирую 31 год, и в основном я медитирую лежа. Конечно, есть какие-то динамические медитации, но это уже другой вид медитации. Мы сейчас их касаться пока не будем. Итак, вы приняли комфортное для вас положение, сидя или лежа, в кресле, на диване, как вам удобно. Желательно с утра, но можно и днем, и вечером. Это не имеет особого значения, хотя с утра энергия на планете более благоприятная. Закрывайте глаза, полностью расслабляйте все свои мышцы. Это очень важно. Вообще, самое главное, чтобы войти в альфа-состояние, магическое, чарующее, это вкусное состояние, вам нужно именно расслабиться. Расслабить все свои мышцы, от головы до ног. Особенно обратите свой вектор внимания на зону глаз, зону челюсти, на шею, на плечи, на грудную клетку. Потому что эти зоны труднее всего расслабить. И расслабление – это самое важное, это, как сказать, основа медитации. И мы это расслабление, конечно же, достигаем путем глубокого дыхания. Делаем глубокий вдох через нос и выдох через рот. В идеале это нужно повторить раз 5-10. И еще, друзья, не менее важный момент – в медитацию ни в коем случае не нужно заходить в состоянии стресса. Что сейчас я имею в виду? То есть, когда вы легли, расслабили и закрыли глаза, не нужно прям сразу включать какую-то практику или, наверное, медитацию. Немножечко полежите. Просто закрытыми глазами в тишине. 5 минут, 10, может быть, 15. Смотря в каком состоянии вы уже зашли в практику. Когда вы уже полежите, успокоитесь или посидите, расслабившись на кресле, только тогда уже включайте, пожалуйста, практику. И когда уже проходит медитация, тоже, пожалуйста, сразу не вставайте. Тем более не садитесь за руль и не принимайте каких-то основных важных жизненных решений. Потому что тоже лучше 5 минут посидеть, расслабиться. Глаза можно открыть. И затем, когда уже вы встали, желательно несколько первых шагов после медитации сделать осознанно. То есть, вы прям даже можете вслух проговорить. Делаю первый шаг, делаю второй шаг, делаю третий шаг. И дальше уже идете по своим делам и занимаетесь своей повседневной жизнью. Для чего это нужно, вот эти вот шаги? Это заземление. Потому что, когда вы медитируете, вы находитесь в светлых, высоких вибрациях, вертикальных потоках, которые идут из космоса. И обязательно после этого нужно заземлиться. И неважно, осознаете вы эти потоки, есть у вас контакт с Высшим Я или нету. В любом случае, вы всегда подключены к источнику. И вот как раз на этой важной ноте мы подходим к самому главному. В медитации должна быть энергия. Если в медитации энергии нет, то она либо пустая, либо вы просто потеряли время. Что такое в медитации должна быть энергия? Я сейчас кратко объясню. То есть желательно в медитации представлять, как на вас идет такой золотистый вертикальный поток. Золотистой энергии из космоса. Что он обволакивает ваше пространство, комнату, где вы находитесь или дом. Что этот поток также проникает в каждую вашу клеточку. И также еще представляйте, пожалуйста, потоки, которые выходят из земли. Для заземления, для того, чтобы вам прибавить не только своих сил в течение дня, но и силы вашего рода. Все присоединились к вам и помогали вам в течение дня решать ваши повседневные задачи. Даже если вы не верите в это, даже если вы это не осознаете, все равно на подсознательном уровне это происходит. Потому что энергия – это основа жизни. Сейчас, наконец-то, люди потихонечку, к счастью, начинают говорить об энергии. Еще, правда, мало об этом разговоров. Но потихонечку мы тоже будем с вами изучать, что такое энергия, как ее не сливать, как энергию аккумулировать, держать при себе, возвращать свою энергию, отдавать чужую, если она зависла в вашем биополе и так далее. В следующих видео я прям сделаю серию видео про энергию. Потому что все-таки я энерготерапевт с большим стажем. И энергия – это одна из моих основных тем, в которых я очень хорошо разбираюсь. Друзья, и еще я хочу сказать несколько слов о системности. Системность в медитации – это когда вы делаете одну практику от одного мастера, хотя бы два-три раза, пять. А если практика серьезная, которая нацелена на трансформацию вашего сознания, которая выгружает деструктивные убеждения, вкладывает какую-то очень вам желанную визуализацию, какое-то перепрограммирование себя, самопрограммирование, в таких случаях, конечно, желательно в идеале одну практику от одного мастера делать 30 дней минимум. То есть вам нужно выбрать одного мастера и делать одну медитацию желательно минимум два раза, а максимум 30 и более раз, если эта практика серьезная, трансформационная, и вы ожидаете невероятных шедевральных результатов уже во многих сферах своей жизни. Почему я говорю именно одного мастера? Потому что каждый учитель медитации несет в себе разный набор энергий. И если вы будете, так что условно выражаясь, скакать от одной практики к другой, то у вас будут результаты хуже, меньше, или они будут очень долго разгоняться. Так что выбирайте себе учителя, практики и делайте. По поводу наушников. Конечно, желательно, чтобы наушники вы не одевали. Если у вас есть такая возможность, если вы находитесь дома, попросите, чтобы вас никто не побеспокоил в течение 15-30 минут. Но если, конечно, вы где-то там медитируете вне дома, и наушники нужно одеть, то, конечно, лучше одеть наушники и помедитировать, чем не медитировать вообще. Такие вещи, как атрибуты, аромопалочки, свечи, или даже разбрызгивание духами в пространство, это как бы на любителей. Если вы хотите, если вам нравится, когда вот вкусный запах, атмосфера, плюс, это тоже всегда плюс. Но если вам это не хочется делать, то совершенно не обязательно это делать. Я, например, в юности, когда только начинала медитировать, в 91-м году, в 92-м, 94-м, я еще поначалу, да, там, заморачивалась, ездила, покупала. Такие палочки раньше были только в магазине Рериха на Кропоткинской. А потом уже как-то я и привыкла, и без этого медитирую. Так что это атрибуты, я имею в виду, вполне можно, но не всегда обязательно. Такой еще есть нюанс. Если у вас какие-то металлические предметы на голове, заколки, сережки из металла, лучше это снять. Это нужно делать для того, чтобы энергия проходила максимально эффективно через ваше тело в процессе медитативной практики. И еще я хотела бы несколько слов сказать о тета и дельта состоянии. Это такое очень медленное состояние глубокого транса. Это такой даже поистине квантовый скачок. В этом состоянии, как правило, происходят практики работы с подсознанием, убирание деструктива и перепрограммирование вашего сознания, загрузка чего-то нового, желанного, для того, чтобы получить максимальные результаты во всех сферах своей жизни. Поэтому здесь именно важна поэтапность раскрытия вашего потенциала, который находится в глубинах вашего подсознания. И пару слов я сейчас хочу сказать о своих нейромедитациях. Нейромедитация — это мое авторское произведение запатентованное, которое я создала на основе своего многолетнего опыта. Как я уже сказала ранее, с помощью нейромедитации вы сможете научиться управлять своими эмоциями, своими мыслями и реализовывать свои крупные желания, достигать самых смелых целей. Также, естественно, в процессе нейромедитации помогают вам стать лучшей версией себя и построить желанную жизнь вашей мечты. Потому что мои нейромедитации имеют максимальный терапевтический эффект. Плюс это работа с энергией, с вашей энергетикой. Что это значит? Они убирают многие деструктивные убеждения на психоэмоциональном и физическом уровне. Нейромедитация — это ваш путь к величию. Это мощнейшее самопрограммирование на результаты, на успех во всех сферах вашей жизни. Потому что я вложила в них комплексный холистический подход. На сегодняшний день мои нейромедитации — это самый простой и эффективный способ, я бы даже сказала, инструмент терапии в условиях самостоятельной работы над собой. Работа в области перепрограммирования себя, своих привычек, своих мыслей, своих чувств, перепрограммирования своей жизни, которая дает мощные результаты мгновенно. Абсолютно каждый человек, который делает майонеры-медитации, получает мощные трансформации в следующих областях. Улучшение любовных отношений в семье, с партнерами, с детьми — это также эффективная работа со своей денежной емкостью. То есть вы учитесь зарабатывать деньги в легкости и увеличиваете свой доход в десятки раз. Исполнение любых крупных желаний и целей по моему авторскому методу самопрограммирования, который я применяю с 1992 года. Вы раскроете свой потенциал, свою внутреннюю силу, энергию. Вы выйдете из своих переживаний в осознанное состояние, начнете управлять собой, своей жизнью. Это будет осознанное пробуждение. Вы вернете свою силу от других людей, отключитесь от маятников и матричных программ. Это нахождение своего пути, своего предназначения. Это также эффективная работа со своим родом. Вы найдете свой путь в профессиональной или творческой реализации. Вы выстроите здоровое, гармоничное отношение к себе, любовь к себе, уверенность в себе, осознание того, что я и есть ценность. И напоследок я хотела бы сказать, что перепрограммирование себя – это глубокая работа над собой через свое подсознание, через силу своего разума, через энергию своих эмоций. И все это для того, чтобы наконец-то начать действовать, проявляться и получать яркие шедевральные результаты во всех сферах своей жизни. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте, пожалуйста, под видео, как вы медитируете, получается ли у вас, как вы расслабляетесь. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал и встретимся в новых видео. Я люблю вас. Я желаю вам счастья. Люблю вас. Субтитры сделал DimaTorzok